Среди стран Центральной Азии Казахстан является лидером по прогрессу в области гендерного равенства. Женщины Казахстана добросовестно исполняют свои обязанности перед обществом по повышению благосостояния страны. В настоящее время нет таких сфер, где бы не были заняты представительницы прекрасной половины человечества, в том числе и политика. По итогам прошедших выборов Можилис и Маслихаты депутатские мандаты получили ряд женщин. Полное и равное участие женщин в политической и общественной жизни играет очень важную роль в поддержке и развитии демократии. Да, глава государства подчеркнул, что 30% депутатского корпуса должны составлять женщины и молодежь. Если взглянуть на список депутатов областного и городского района Маслихатов, то можно увидеть, сколько женщин являются депутатами. И теперь, пожалуй, вопрос, который интересует многих. Какие проблемы намерены решить народные избранницы? В районе насчитывается 11 образовательных учреждений, которые еще не газифицированы. Мы, депутатская группа, подняли этот вопрос. Также мы упомянули и про обеспечение населения питьевой водой. За два года обеспечили работой 20 человек. Среди них есть лица с особыми потребностями. Подняли вопрос и с детскими садами, уделяя внимание и инклюзивному образованию. Верю, что все дети, которые нуждаются в этом образовании, будут обеспечены им. Общественный фонд «Джейрана» объединил вновь избранных женщин-депутатов для совместной работы по решению общих вопросов. Данный фонд уже 28 лет работает над защитой прав женщин за крепление их места в обществе. Сейчас порядка 50% предпринимателей являются женщинами. Это отрадно. Мы видим, как немало представительниц прекрасного пола баллотировалось в районные городской и областной маслехаты. Это показывает, что строительство нового Казахстана идет верным путем. Таким образом, представительницы прекрасной половины человечества будут и дальше вносить значимый вклад в развитие и процветание страны, чем бы они ни занимались.